В полдень по московскому времени к жителям страны обратился президент России. Владимир Путин поделился своей точкой зрения на изменения пенсионного законодательства, рассказал о мерах, которые будут приняты для смягчения нововведений. Глава государства отметил, что перемены ранее были неуместны, так как страна, цитата, еще не оправилась от шоков 90-х. Нужно было преодолеть последствия финансовых кризисов, снизить уровень безработицы. Необходимость назрела давно, подчеркнул Владимир Путин и попросил россиян с пониманием отнестись к новациям. Член общественной палаты региона Людмила Дремова вместе с курянами готовила предложение по пенсионным изменениям. Глава государства отметил, что дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста началась ни вдруг, ни сегодня. Об этом говорили и в советский период, и в 90-е годы. Но решения не принимались, по тем или иным причинам откладывались. Сейчас пришло время. Предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но главное обеспечить их устойчивый, опережающий рост. Уже в 2019 году индексация пенсии по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом, в предстоящие 6 лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей. Очень приятно, что те слова, которые сегодня произнес президент, они говорят о том, что мы были услышаны. Население Российской Федерации, общественность по поводу повышения пенсионного возраста для женщин до 60 лет, по поводу сохранения определенных льгот федерального уровня для населения Российской Федерации, по поводу увеличения средств по безработице. Напомню, что 19 июля Госдума приняла в первом чтении правительственное законопроект о повышении пенсионного возраста. Второе чтение, которому депутаты подготовят поправки, состоится осенью.